20 апреля Тверь, бульвар Цаново, хорошо известная жителям областной столицы, оптово-розничная торговая база. Здесь с раннего утра кипит работа, товара много, только успевай. Этим утром размеренный распорядок дня обитателей базы нарушили люди в спецназовском камуфляже. При силовой поддержке Росгвардии базу проверили сотрудники полиции. Судя по вывеске, здесь складируются сладости, а на деле коробки сомнительного качества сигаретами. Заходим в соседний вагончик. С содержимым коробок нас знакомит оперативник. И озвучиваем мы это только для того, чтобы уберечь вас от опасности. Все, что вы видите, подделка, опасная для жизни и здоровья. Здесь коньяк, верховное происхождение. Коньяк? Три ящика. Кизляр, лезгинка. Пустая бутылка, вот целая. Далее. Водка нефти. Это что такое? Водка, водка. Ну, написано, что водка. Соответственно, в единичном экземпляре это коньяк, это текила, это тоже коньяк. Здесь тоже коньяк. Написано, что каруазье. Маглори. Водка зеро. Два ящика. Это все непонятного происхождения. Да что это такое? Да, непонятно. Водка арбатская 0,75. Восемь ящиков. Двенадцать штук в каждой. Здесь тоже восемь ящиков. Дальше канистры с непонятной жидкостью, но запахом спирта. Говоря строгим языком полицейского протокола, у всего этого товара выявлены признаки незаконного оборота алкогольной и табачной продукции. В помещениях склада хранились и сбывались алкогольные и табачные изделия без нанесения соответствующих акцизных марок. То есть, по сути, велась торговля контрафактом. При этом торговля шла как дешевым, так и элитным алкоголем. Такие же канистры со спиртосодержащей жидкостью, без марок, отсызанных, без всего, без штрих-кодов. То есть, непонятно, что это даже. Здесь тоже самое. Позрачного цвета. Положительно, это коньячный напиток, но тоже без средств идентификации, штрих-кодов. Непонятно. И такая вот, пятилитровая, написано белуга. Тоже без средств идентификации. Текила. Текила? Ага. Бедно. Это спирт? Да, это спирт. Это коньяк? Коньячный спирт, да. Только за один день операции из незаконного оборота изъято свыше 20 тысяч бутылок различного алкоголя и почти полторы тысячи литров спиртосодержащей жидкости. Замаскированные под запчасти. Это как будто бы запчасти? Да. Да? А внутри пойло. А внутри вот это вот написано запчасти. Смотрим какие-то запчасти. Вот какие-то запчасти. Вот они какие. А еще сотрудниками оправопорядка изъято 40 тысяч пачек контрафактных сигарет. Здесь посчитали около 60 блоков сигарет левых. В ходе рейда мы поговорили с одним из руководителей базы. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, вот что здесь такое обнаружено, кому это принадлежит? Ну, кому принадлежит, это надо уточнить. Ну, кто снимает конкретно это, обнаружен спирт, сигареты. Ну, все это похоже левое. Ну, экспертиза, наверное, покажет. А вы кем здесь являетесь? Я заместитель директора по базе. Всей базы, да? Да, вот что есть, склады здесь. А сколько у вас вообще складов? Складов 81. Ну, вот мы прошлись по нескольким складам, и во многих мы нашли левый товар. Вы в курсе, что здесь происходит? Мы не в курсе, что у них происходит. Они нас вызывают какая-то поломка, утечка, тепло, холод. За это мы уже не отвечаем. Кто за все это безобразие будет отвечать по закону, решают в региональном управлении МВД. Виновные ответят по части 6 ст. 171 Уголовного кодекса России. Производство, приобретение, хранение товаров и продукции, без маркировки, группы лиц в особо крупном размере. Предусматривает эта статья лишения свободы сроком до 6 лет. На изъятый товар назначена экспертиза, результаты которой будут учтены при расследовании уголовного дела. Вы видели объем изъятого. Убедительная просьба. В целях собственной безопасности приобретайте товар только в официальных торговых точках у продавцов с проверенной репутацией. 20 апреля к дому номер 82 по улице Маяковского выехали экипажи ДПС. Вот что стало с автомобилем «Шкода», за рулем которой находилась женщина. «Шкода» при выезде с переулка столкнулась с КАМАЗом пожарной службы, который ехал со стороны Восточного моста. В легковом автомобиле есть пострадавшие. Ну, я думаю, что здесь, скорее всего, бою. «Шкода» ехала оттуда, и, скорее всего, получается, без сирены, без маяков ехала пожарка. Хотя, по данным ГИБДД, КАМАЗ двигался с включенными звуковыми и световыми спецсигналами. А водитель «Шкода» при выезде со второстепенной на главную не предоставил дорогу, имевшей преимущество пожарной техники. В результате удара пострадала женщина-водитель «Шкоды» и 8-летний мальчик, находившийся в детском удерживающем устройстве. Сильные травмы? Сейчас будем выяснять в больнице. В больнице? Ну, я думаю, что не сильные. 21 апреля. Серьезное ДТП на пересечении улицы Можайского и Бульвара Гусева. Есть пострадавшие. Мы работали на месте событий. Подробности в следующем выпуске патрульной службы. Продолжение следует...